Вот строительный рынок наш местный, все полностью закрыто. А так обычно очень много машин здесь, людей покупают. Сейчас самый спрос на строительные материалы. Люди сидят дома, ремонты бы делали, но рынок закрыт, ничего купить невозможно. За сутки до тотального карантина на улице Халматы было много людей. Они торопились закупиться продуктами на несколько недель вперед. Потом из дома не выйти. Закрываются предприятия, банки, торговые центры, парки. Компании ушли на удаленную работу, школьники и студенты на дистанционном обучении. Разрешено будет только идти на работу, ограниченному кругу лиц. Запрещено детям появляться без сопровождения старших. По городу можно будет ходить только группами не более трех человек, если это не члены семьи. И также полностью ограничен людям старше 65 лет. На улицу люди выходят в масках, очках и перчатках. На входе в магазины обязательно проверяют температуру. Полиция патрулирует улицы и оповещает жителей через рупор о правилах карантина. Дороги и помещения обрабатывают дезинфекторы. Они группами перемещаются по городу. На полный карантин закрыли и 15 жилых домов. За этим домом, вот внутри, во дворе, стоит дом, который закрыт. Там нашли больного коронавирусом в этом доме. И теперь закрывают сначала весь дом, а теперь стараются подъездами закрывать, потому что остальным жителям все-таки нужно же выходить. В Алматы работают волонтеры доставки и пункты заказа продуктов и лекарств. Из города не выпускают даже на дачи. В город тоже не попасть. При этом алматинцы не паникуют. Продуктов хватает, цены не поднимаются. В дефиците только маски, впрочем, как и в других странах. Пока что на карантине только столица республики Нур-Султан и Алматы. До какого числа он продлится и будет ли в других городах, неизвестно. На данный момент в Казахстане коронавирусом болеют около 350 человек. Полина Жданова, День с толком.